В Крымском федеральном университете завершилось обучение шестого потока представителей органов местного самоуправления из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В течение недели 110 управленцев освоили образовательную программу от Высшей школы государственного управления РАНХИКС, изучили особенности российского законодательства и обсудили вызовы, возникающие в процессе переходного периода. Программа «Цена» прежде всего знаниями, тем, что на практических примерах применение законодательства рассматривается, но и, кроме того, важна коммуникациями, которые устанавливаются здесь с крымскими коллегами, коллегами из других субъектов друг с другом, потому что именно в таком рабочем порядке это даст возможность оперативно обмениваться информацией и получать необходимые консультации. Первый и третий модули образовательной программы объединены и реализованы для слушателей очно на базе университета. Второй этап обучения участники пройдут дистанционно в своих регионах. В течение недели для государственных и муниципальных служащих прошли лекции, мастер-классы и практические занятия от специалистов Крымского федерального университета, а также представителей государственной власти и предпринимателей республики. Одна из целей проекта – это еще и установление горизонтальной связи вашего дальнейшего взаимодействия. И она достигается именно при очном модуле. И я надеюсь, что в дальнейшем вы познакомитесь, в дальнейшем будете продолжать сотрудничать друг с другом, помогать, подсказывать. Представители управленческого состава органов местного самоуправления и подведомственных учреждений регионов рассмотрели вопросы, касающиеся системы органов и компетенций местного самоуправления, правового регулирования, конституционного устройства, основ муниципальной службы, развития территории, публичной собственности, бюджетной политики и управления доходами бюджета. В рамках реализации национального проекта есть ряд методических рекомендаций, есть порядков, которые мы поделимся, потому что Республика Крым уже в течение 10 лет участвует в национальных проектах. Все видят, как преображаются наши города, поселки, дворовые территории, общественные территории. Поэтому для коллег, я думаю, что я доступно расскажу, донесу эту информацию. Также в рамках обучения состоялась панельная дискуссия, на которой региональные и федеральные эксперты поделились своим опытом действий в переходный период. Эксперты рассказали, с какими вызовами столкнулся Крым в 2014 году и как преодолел их. Крым для новых субъектов федерации действительно образ успешной юридической практики по интеграции имущественных и земельных отношений в состав Российской Федерации. Когда мы на своем примере показываем, с чем мы сталкивались, у многих наших коллег, которые сегодня приехали, для них вопросы только сейчас формулируются, а мы на них уже отвечаем. По итогу обучения управленцы пройдут контрольное тестирование на электронной платформе Ранхикс и получат удостоверение о повышении квалификации. На мой взгляд, программа очень полезная для наших регионов, очень много полезной информации для работы. Произошел обмен опытом крымских сотрудников с нашими. Я считаю, это очень продуктивная программа была. Вместе с Крымским федеральным университетом базой для реализации программы стали еще три вуза. Ростовский филиал Ранхикс, Севастопольские и Луганские государственные университеты. Они реализуют линейный управленческий уровень обучения. В 2023 году его прошли уже порядка 4000 руководителей и сотрудников органов публичной власти новых регионов России. Пресс-служба Крымского федерального университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова